всем доброго придоброго утра город санкт-петербург север города санкт-петербург со стороны карелии получается так времени 5 часов 32 минуты приехали мы вчера на стоянку 7 часов вечера на нашу базу здесь рядом совсем выгрузка домой не поехали по тем причинам потому что добираться до дома на юг санкт-петербурга через весь петербург даже если на легковой далеко у меня стоит здесь это мы приехали часов 9 10 вечера а выгрузка сегодня у нас 7 утра то есть нам пришлось бы вставать в 5 дома и минимум пол шестого выдвигаться сюда чтобы мы за час конечно это нереально то есть даже полпятого пришлось бы вставать до чтобы прилететь сюда запустить машины лететь но это было бы кеморрой я называю вчера сходили в душ то есть все как положено продукты есть нормально переночевали успела зацепить здесь вову он занимался с аксором у нас что-то там с коробка случилось поехала машина на загрузку но он уже все починил и уже собирается домой объяснил причину гривов лампочка была справа двухконтактная и устранил эту причину то есть поставил советскую правда в одном положении только почему-то встала но не знаю видимо там контакты чуть меньше упирают чем на той ну то есть все работает все хорошо ошибка ушла по заднему фонарю по противотуманке я буду открыл фонарь у меня такое ощущение что он еще не умывался извиняюсь что он китай жесткий китай он кивает головы да 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 я во первых какой-то смазки все но непонятной то ли вот транспортировочная смазка какая-то ну бывает такое что что ты открываешь какую-то деталь которая не должна быть снаружи помазана она бумажки там помазана для того чтобы как в совдеповские времена хранилась на складе лет там 50 100 либо там вообще землю закопаясь не ничего не будет ягодом протер максимально все спиртовой салфеткой вытащил лампочку лампочка целая проверил на поворотники на аварийке не горит правая противотуманка на тягаче в принципе она не нужна по факту потому что еще прицеп но вылазит ошибка он говорит сделать сейчас этого не получится потому что видимо уже была причина фонарь китайский утверждать я не буду что это ставили в челнах потому что этот актрас у нас челнинский может быть где-то когда-то его оригинальный фонарь с завода сломали и купили похожий потому что он реплика оригинального фонаря и поставили вот этот китай то есть чисто фишку на на получается вставляется как закручивается то есть понятно фишку воткнули и в горит и поехали мы уже в этом то есть он мне объяснил вот эта плата на котором лампочки вставляются там идут такие дорожки эти дорожки в моменте соединения в эту розетку то есть там надо пропаивать я спросил грубофа можно к этому контакту припаяться и пустить времянку ну то есть но не времянку как она называется правильно то проводком и припаяться уже где противотуманка он объяснил что тоже нет там не припаяться там все маленькая маленькая как шина короче или как там в общем если будут делать но уже миша будет на нем работать а ну мы то есть говорит что сейчас того не сделать я у меня ты очередь здесь тысяч уже миша приедет ягу и вот принципе можно посмотреть может быть целиком фонарь заменят то есть вот эти две причины у нас уйдут и в принципе все машина исправна и все окей все хорошо резина свежая аккумуляторы огонь то есть ничего у меня не садится вот я получается 7 вечера я не запускал 24 225 там с чем-то стоит потом отпускается 24 2 и стоит вот так стоит 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 этом больше больше полудня надо часов 16 сидел дальше масло заменится передняя резина хорошая прицеп у миши посмотрим какой будет наверное будет такой же колыман то есть вот в общем машина хорошая а по нашему новому тягачу уже на месте все расскажем просыпаемся умываемся чистим зубы пьем кофе и готовимся к старту сегодня у нас ребята выгрузка задняя нужно смотать пять ремней переехать на юг санкт-петербурга в сторону москвы загрузиться сегодня легковеса мало шестьдесят шесть палетов флакончиков или как они называются и выдвигаемся по планам до стоянки скорость с мишей в паре спасибо огромное логисту то что стыкует машины по две потому что впереди зима вдвоем ехать легче не дай уже какая-то неисправность либо какие-то нюансы либо моменты подсказать боимся он лучше даже где-то остановились не надо элементарно машину глушить потому что ключ один надо будет ключ второй сделать закрывать ее бежать здесь мы вдвоем все она у тебя там заведен на я примеру ты выбежал быстро что-то сделал всего двоем как это лучше всем добро будто снова поболтал с утра но это я хорошего всем дня приятного аппетита спокойной ночью кто ложится спать подъем николай подъем у нас 538 8 минут проволтал на тоже болтуша тебя на на какую-нибудь программу где вот какие-то как дебаты дебаты там дают тут минуту там тебе и буду кричать как все это не перевернуть еще нибудь стирать мишка не проснулся нифига нет зашторенный все вот без пяти шесть через пять минут михаил будет просыпаться будильник у него звенит соня и такие вот у меня бутерброды булочки маленькие напополам разрезаны покупал с сосисками хватит позавтракать приятного аппетита михаил сергеевич проснулся доброе утро михаил сергеевич с пирожками я бутики ну ты бери сейчас он сало нарежет на пирожки лоточки всякие а чё у тебя там лоточки жена приготовила собой положила кто смотрит первый раз этот ролик мы не женаты и у нас еще один друг неженатый а нет у нас получается саня у нас саня получается более я и мишка остались неженаты самый старший саня потом более идет потом я потом миша не когда женимся не знаю кури не вредит вашему здоровью попала в кадр нечаянно ссори ссори завтракаем вообще не проснулся подкрепились сходил магнума посмотрел мишка все уже тоже готов времени половина погода просто огонь сегодня без ветра 631 запускаемся качаем воздух воздух накачали погода 9 градусов тепло мышка трогается так передача опять троечка включилась двоечку ставлю и потихоньку поехали организация работает 7 часов выгружаемся в одном месте даже в одно окошко по моему идти нужно вчера пробка по внутренней стороне было из-за двух дтп вроде как ремонт уже открыли как и вот этот ман постоянно его смотрю прям тащусь получается 6 на 4 и трал пола хринен делика пока пока скоро поедем куда-нибудь может на ладогу съездим на рыбалку выходной зимой короче будем почаще выезжать то есть по снегу форсит мы будем на ней хорошо резину эту еще зиму подержу летом надо будет брать четыре новых колеса ну скорее всего бф гудричная нас боковой чтобы пока в боковой был кубик и тоже 33 больше не поставить то есть лифтануть делику на 35 резину нереально потому что рама на делике интегрированная то есть она есть но эта часть короче она с кузовом единая получать кузов на жопе рама выходит и спереди рама выходит и плюс она там в общем интегрирована поехали пока пока база как хорошо пол седьмого до по питеру ездить вчера в пробке сегодня никого новые камаза продаются какой хочешь кольцевая я вот это здание что-то по моему не видел китай-город торговый комплекс что за китай-город такой прибыли ребята пошли оформляться крови и какой-то завод оформились сказали что первый раз ребята всегда приезжайте на новое место говорите что первый раз все объясняют просто чтобы потом не тупить не так оформился и заехал сказали куда поставить машины где крыльцо вышел заяц почесать яйцо опять грибы нас ребята которые встречали подписчики канала смеялись рацию ну ведь блять вы грибники что-то Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Деньги есть? ДимаTorzok 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 Думаю, ладно Чтобы всю дорогу не смотреть на этот датчик Что сколько, хватит, не хватит И мало ли там какой-то Что-то поменяется вдруг Куда-нибудь заехать Ну, то есть НЗ должно быть НЗ 100 литров в баке как минимум Так, это что у нас Ага Сейчас мы тебя объедем Нет, пропустили Мишку тоже выгрузили Он грузится в другом месте Но ей везем снова В одно То есть в саму Калужскую область Деревня Добрина Я сейчас загружусь Выйду И как раз он У меня немножко в стороне Прекраснейшая погора Погора, блин Погода В городе Санкт-Петербург Осень Плюс 9 Без ветра Воздух наисвежайший Классный Поехали на загрузку Грузиться Тоннаж у нас будет легкий В районе 5 тонн Кайфово Без одной минуты, ребята, 10 Как швейцарские часы Все, пойдем оформляться Нас, ребята, сразу же поставили На ворота Это хорошо Заезжаем На территорию снимать нельзя Загрузимся, выйдем Загрузились 11-12 Час нас грузили Но здесь так и есть На загрузку Одной машины дают сейчас, по-моему Что-то в этом районе Да, меня в 11 загрузили Пока я бумаги подписал Пока я отнес одну на проходную И все, в принципе, освободился Мишку только в 11 начнут грузить Мы-то пробку получаем Мы-то Мы-то Туда-то Мы, получается, пробку объедем Потому что мы ушли Покасательно Идет десятка Мы ушли покасательно сюда И выйдем Покасательно на десятку А именно вот этот вот кусок Там ремонтик Сейчас мы выходим На федеральную трассу М-10 Где-нибудь паркуемся В таком месте Где есть хороший интернет Осталось чуть-чуть домонтировать Опубликовать И как раз подъедет Михаил То есть где-то еще у меня Час-полтора займет Эта вся процедура Как раз И уже поедем вместе Поехали На На большую дорогу Так, здесь деревня Добрино Сейчас будет Федоровская, по-моему И так, и уйдем, в общем Она называется старая бетонка Видимо, она была из бетонных плит Бетонкой ее называют петербуржцы Вот, сейчас, конечно, она в асфальте Ну, узковатая, правда Ну, что страшного Посмотрим, есть ли там грибники Оп, кочка неприятная какая Все хорошо Хорошая дорога У нас тут в деревне Какая-то непонятная пробка Видимо, ту основную пробку Народ объезжает И здесь скопилась пробка Не обманешь Потихоньку, вроде, двигаться начинаем Такой песок Огромный Видно, по глазам добряк Прям можно подходить и гладить А, здесь дорожники Септик, наверное, ставят какой-то Закапывают Ну, да, да Дырка под септик Не дырка, а яма Для отверстия, наверное, в земле Поехали Мы, ребята, тронулись Целая куча военной техники Много-много-много С какими-то Это темно, там вообще пробки не было Ну, нарисовано было Дораз на версии Сейта Форс В принципе, за раз Прошел, вот так нормально Проехал Мишенька про пробку Это говорит Ну да, я вантовый Тоже хорошо прошел А здесь-то, получается, свернул Ушел Тоже, думаю, вроде Я все равно до Лукоила Должен был ее цепануть Поехали Хорошей дороги Тянем до стоянки скорост Во сколько времени Не знаем Покушали, пообедали То есть Полвторого времени В часов 8 должны быть Нет В 9, наверное, даже В 10 ближе Еще одна колонна Что это такое? Что происходит? Куда вы все едете? Интересно Интересно Две вот такие вот колонны Прошли здоровые-здоровые Там трактор Идет Трактор у нас идет Куда, Мишаня, все эти машины едут? Ты видел одну колонну, вторую? А я думаю Так Перетасовываю Опыт же и надо набираться Вот так вот Катается Машборский У, уй Успеть бы Мишанька, топи Топи Или что его пустить? успеем успеем поехали дальше перед ассоции но не но мы-то успели я уже собирался приостанавливаться пропустить его в армии по моему я не служил причины в общем причины если у тебя есть категория c получается ну наверное и б в армии нужно пройти марш-бросок марш-бросок это так называемые 500 километров которые должен проехать с каким-то видимо с кем-то то есть старшим по званию несколько водителей садят и вот они 500 километров один проезжает меняются и так видят что он умеет управлять автомобилем но то что не так у него права есть а педали и все такое он даже не знает вот для этого делается марш-бросок так называемый по-моему так если не ошибаюсь может быть сейчас по-другому как-то это все сделано а во вторую тебе служить по моему тоже как по рассказам проще потому что ты как будто бы просто работаешь водителем утром пришел гараж запустил машину сделал какую-то там операцию но там то есть съездил куда-то приехал и то есть нормально но опять же можно попасть наверно в какой запас то есть у тебя есть закрепленный автомобиль на случай ну понятно чего наступает какая-то ситуация там или учения ты его запустил раз за полгода и съездил возможно и так я не утверждаю вот надо поинтересоваться посмотреть эту информацию ремонтики 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 сорок ограничений идем 53 километра в час с мигалками еще одна ребята колонна что происходит боишники приличные такие колонны а я принять не дают никому у меня такое первый раз вижу когда мы выехали еще сколько на на прошло или сколько пойдет такое красивое ребята место смотрю мелодраму какую-то российскую она она 2 2 спорта по моему идет что-то два с чем-то но первые минут 15 она просто доила корову и мы все смотрели когда же у нее наполнится ведро до доила пришла поела ждем куда-то поехала короче я посмотрю покорять москву наверно такая погодка у нас моросит дождь вышли волочок сейчас мы заедем в продуктовый магазин у меня кончился майонез и мне надо купить хлеб мешки тоже хлеб кефир чё там там ряженки всякую штуку покупает в общем фильм основные на а я уже отстал специально чтоб я не забрызгивала девушка деревенская хотела выучиться на кулинара так как у нее по соседнем городе маленьком учат как она сказала только жарить котлеты и варить макароны она хотела большего поехала в москву поступить в кулинаре на кулинара приехала в москву соответственно не поступила не добрала полбала по по диктанту ну как ей объяснила другая девушка это подстава ну то есть нужно и все хорошо ревела ревела подошла богатая женщина спросила что ж вы ревете молодая девушка красивая прикольная девчонка деревенская хорошо играет актриса молодец она ее взяла в ресторан посудомойкой но она я так чувствую приготовить в каком-то моменте и все обалдеют вау ля 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 о ля ля что французский ресторан начали фильм показали молодого пацана перебуханного мажора у которого богатый дед дед при смерти опыта не прилетел вертолет горошку ражиться бухать деду хреново они его забирают короче привозят и И дед стоит, деда сын, соответственно, отец этого сорванца, так скажем, 22 лет, наверное, он стоит и дочка. Дед говорит, внучка, то есть внучка и внук, внучке 10% от моего состояния многомиллионного, сыну вообще нихера, а 90% племяннику, вот этому вот синеботу, который куражится. Но с одним условием, после моей смерти, ровно месяц, если ты не женишься, деньги уходят на озеленение, короче, чего-то там. И вот мы смотрим, вот она в ресторане, она только посуду моет. Снято неплохо, качество хорошее, и я заинтересовался. А это уже достойно того, что фильм хороший. Молодцы. Русский кинематограф шагнул на шаг вперед, шагнул на шаг вперед, шагнул на шаг вперед, сдвинулся... Как? Нормально. Добавляем звук. А, вот далее что-то приготовить. Ну, сейчас мы посмотрим. Ага. Трюфели какие-то делаются. Погнали! Трюфельки, которые она делала, понравились клиентам. И он в шоке, этот дядь, кто он. А что, то за мной вообще не отдали. А, мы на светофоре. Ага, подохуел, что деревенский готовить умеет. Не матерись, я не матерюсь, поехали до магазина. Успокойтесь, господите, парень, ничего же не случилось. Ну смотри, как раз. Паркуемся в магазин. Можно же было... А, да я туда... Нет, там что-то кривовато, по-моему. Нету ничего. А категория есть, нет? Нет, нет. Как зовут? Сергей. Всем привет. Не говорят, нельзя знакомиться. А оттуда сам? Стерской области. Местный. Местный наш. Ой, ну как? Твой? Ну, личный? Нет, нет. А сколько тебе? Турбокамера 23. Все, а? Пошли мы в магазин, посмотрим, что это за магазин. Мы тут, ребята, первый раз. Рыбалка, Мишан. Тут есть, ребята, вот такие вот солянки, борщи. Я, кстати, пробовал готовые блюда. Гуляш. Короче, кефир, хлеб, лимонад, майонез и ножка. Мишаня! Ой, не поместный, но это нет. Ну, не поместный. Такие штуки не хочешь? Нет, поместный, ты перевозишь. Сладно-сладно. Чеха, это как-то называется. Ой, сейчас он на нем. Сладно переезжает, и он так стремится. Ну, вот супы всякие готовые. Жаркое. Я бы раньше брал. А, что? Солянок. Да? А, что было напьёс. Кто? В полицию. Ага, вкусные. Смотри, как коври-маври, а телефон достал снимать, как не надо. Если я смотрю так, пусть ребята посмотрят. А, нет, все. Музыка играет. Наши сразу банят за это. Я молодец. Ребята, очень хороший магазинчик. Большой выбор колбасы. Каких-то вот горячих. Стоит микроволновка. Разогревать. То есть, для посетителей. Банкомат. Потом, а, кулер с водой. То есть, это все как бы, ну, здесь. Множество всякой тушенки. Потом вот этих вот зубные пасты. Носки даже там всякие продаются. Баллончики газовые. То есть, все, что хочешь есть. Вообще классный магазин. Фрукты. Вообще, говорю, Мишке понравился прям тоже. У меня сухари. И разборчик. Да, мне тоже, Мишке понравился. Там все просто есть в этом магазине. Да, потом каши, ну, допустим, постоянно. Если я вот сяду на твой мультик, я сразу вот этих каши, не каши, всякая хуйня такой понабрать. Ну, наверное. Да-да-да, там и вот эти солянки. Ну, в принципе, они мне понравились, я кушал. Да, я тоже уже в той машине все разложу. Также затарю с тушенкой, вот этими вот, да, кашами какими-то, кулешами. И все, и чтобы вообще все было. Водой, воды прям там, спалка высокая. Воды, баллонов и вообще ничто будет. Да, что всегда спокойный, если где-то прилип, чтобы не переживать, что по-любому консервы, чем-то такое есть. Да. Здесь он прав. Блок стиков туда бросить, чтобы забыть. Не, понравилось, да, хороший магазинчик. Ладно, поехали дальше. Я досматривать фильм, ребята. Ну, досматривать, конечно, это громко сказано. Так, многие скажут, почему ты не назвал название. Название, ребята, Д... Доярка из Хацепетовки. В Хацепетовки. Еще идти он будет у нас. О, еще до хрена, ребята. Три часа, короче, фильм идет. 2.52. Как раз мне сегодня доехать до стоянки, досмотреть его и ложиться спать. Поехали. Короче, жду сейчас пока публика. Это в магазине такой холодный, что ли, взял? Да, он в холодильнике. Да, принято, принято. У меня тоже рабочиковый холодный. У стенки холодильника был. 2.52, короче, фильм идет, Миша. Жесть. В общем, нашел он ее. Ну, ладно, все. Интересный фильм. Поехали подальше. Доброго вечера стоянки скоростью. Времени 20... Ну, полдевятого, будем так говорить. Заходим, паркуемся и кушать. В фильме не досмотрел совсем чуть-чуть, но досмотрю. Интересный такой, неплохой. Так, расставляют на стоянке после 8. Как раз приехали. Давай-давай-давай. Четыре метра. Давай-давай-давай-давай. Три метра. Давай-давай-давай-давай. Два метра. Давай-давай-давай-давай. Давай-давай-давай-давай. И хорош. Мы сейчас парковались на Дамаске. Да-да, все, мы пошли кушать. Мы тоже тут готовим ужин. Вы идете? Приятного заранее. Мы туда же, туда же. Повелись. Так, талончики взяли. Завтра покушать. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Пока-пока. На отдыхать. Продолжение следует...